Приветик, родные мои! В первом видео я вам показывала свои картины и сейчас мы продолжим это делать и продолжим смотреть следующие картины Вот, и на десерт я вам покажу картины, которые у меня не удались Вот, начну с той, на которой мы закончили в прежний раз Это вот такая вот картина Она нарисована на холсте, который натянут на рамке Это большой размер все-таки картины Эта картина исполнена маслом и с помощью кисти Мастихин здесь использовался, но очень редко И очень-очень в мелких деталях, ну, можно так сказать, практически не использовался И следующая картина будет такого же размера, но она будет немножко другой Хотя тоже будет природа и тоже будет моя импровизация А не копия, не копирование определенного художника Итак, смотрим Следующая картина выглядит вот так вот Это просто, не знаю, просто невероятно красивая Она настолько нежная, практически невесомая Что вот здесь вот практически все сливается И выделяется только вот часть вот сделана вот эта И вот эти кроны деревьев, вот, камешки То есть практически все нежное в один тон И только некоторые детали прорисованы именно мастихином Объемненько И вот красиво так выделяется, красиво смотрится Эта картина мне тоже очень-очень нравится Она у меня висела на самом видном месте в прежней квартире Посмотрим следующий Здесь вот зелень и башня Башня это, кстати, символ Винницы Так что, в принципе, я сейчас вам ставлю еще картинку этой башни Чтобы вы посмотрели, похоже ли Вот, и смогли оставить мне свое мнение И пришел мой главный герой моих видео Это наша Лялечка Лялечка гуляла с папой Такая она сегодня красотка Помаши привет Помаши привет Ну ладно, Лялечка пойдет к папе А я вам покажу следующие картинки Для того, чтобы закончить эту тему И закончить обзор моих картин И следующую картину я нарисовала уже будучи беременной Для того, чтобы повесить ее именно детской кроваткой Но эта картина совершенно, знаете Под определенный стиль только подойдет То есть я думаю, что если будет белая стена Все, белая мебель Эта картина не совсем будет то То есть это под определенный дизайн Ну, может быть, в наше будущее жилье будет именно уместно Но сейчас она тоже у нас не висит Тем более над кроваткой точно не висит Но я вам ее сейчас покажу Чтобы не затягивать время Ну, основными своими раздумьями А показывать именно картину Вот такая она Здесь очень смешной зайка И я, в принципе, его рисовала Будучи в отличном настроении И до сих пор, когда я смотрю на эту картину Мне почему-то вспоминается время Ну, время, именно то время Которое я его рисовала Мне становится смешно У меня появляется отличное настроение Так что я думаю, что посмотрев на эту картину У вас тоже будет отличное настроение Вдохновение появится И, возможно, вы тоже сотворите что-то такое позитивненькое Вот, этот зайц исполнен кистями Мастихин здесь совершенно не использовался Хотя есть объемные части Вот усики, глазки На морковке есть определенные такие вот бугорки То есть, в принципе, ну, это было сделано избытком Масляной краски с помощью именно щетки Кисти для рисования Здесь есть тоненькая рамка Натянутое полотно И прогрунтовано Следующая картинка Это типа натюрморт Здесь два яблочка И две зависы То есть, в принципе, как шторы, может быть И здесь вот такой вот фон И здесь основной фон Как будто из окна Типа такое время суток, как вечер Или как осенний вечер Такие вот теплые домашние тона Эта картинка, этот натюрморт Может именно служить украшением на кухне Кстати, здесь тоже на рамке натянут холст А не на фанере, как обычно То есть, как вы поняли Моим фаворитом является холст на рамке И дальше опять вернемся к животным Это вот такой вот дружочек лев Здесь, как вы понимаете, только мордашка Нет вот этой гривы пушистой Но, в принципе, картинка тоже именно интересна Именно мордочкой Я много над этой картинкой работала И не соглашусь, если вы скажете, что эта картина удалась То есть, в принципе, что-то такое для начинающего Мне не очень надается таких вот мордашек рисовать Именно таких вот животных Поэтому, в принципе, несколько раз я меняла основной цвет Как вы можете видеть, здесь хорошенький перелив Есть, есть объемные части И больше всего здесь я рисовала мастихином То есть, картина довольно-таки объемная Кстати, об этой картине тоже обязательно ставьте свое мнение Как по-вашему она достойна ли вашего внимания И внимания, чтобы находиться где-то на видном месте Вот так вот Давайте посмотрим дальше Но дальше на десерт, как я вам уже обещала Неудавшиеся картины у меня не получаются То есть, если я беру и тоже хочу, как кто-то, сделать мордашку льва Не получается Или цветы, да То есть, мне нужно фантазировать и больше всего рисовать, наверное, природу Чтобы делать что-то свое и творить свои именно шедевры Ну, а здесь, как я уже сказала, про цветы Что-то непонятное Здесь тоже мастихином, в принципе Знаете, если для какого-то традиционного украинского ресторана Возможно, подойдет и может быть часть интерьера Знаете, как я уже вам сказала Каждая из картин пишется в свой какой-то интерьер То есть, если это будет природа, она может быть хоть на белом фоне, на белой стене Хоть, например, в деревянном домике Хоть, в принципе Ну, не знаю Ну, то есть, как вы поняли, да Что каждую картину нужно по что-то свое То есть, определенную комнату Следующая неудачная картинка Это тоже цветы, как я вам уже сказала Тоже вот С какой стороны не посмотри Нормально тоже и мастихином сделан Тоже объемно, но, в принципе, тоже, знаете Какая-то такая тематика своевольная Ну, не знаю В какой-то мере это уникальность, неповторимость Вот, но мне почему-то не очень Иногда мы творим что-то такое вот непонятное Хотя это все вот какие-то всплески подсознания Я вам сейчас как в техколах говорю Все, до новых встреч Спасибо, что смотрите Обязательно оставляйте мнение, комментарии И если вам интересно такое видео Обязательно пишите Потому что, в принципе, я планирую опять же начать рисовать И мне интересно, что у меня больше всего получается по вашему Ну, по вашему мнению Вот, с вашего вот взгляда Независимого И все, короче, пишите, что вам интересно Что вам нравится Если нравится, возможно, я буду делать даже видео уроки Хотя, в принципе, мне еще учиться и учиться Потому что, в принципе, я просто рисую то, что я умею Не какой-то вот профессионал конкретно Это просто хобби Все, все, не буду больше вас задерживать Все, пока, пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!